В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасность для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Елисеев. Здравствуйте! В понедельник в Хибинах под лавиной погиб альпинист из Санкт-Петербурга. Еще два его товарища получили травмы различной степени тяжести. В подробностях случившегося разбираются сотрудники Следственного комитета России. Трагедия случилась в цирке от Кола на хребте Тахтервумчор. Как сказано в официальном сообществе Северо-Западного РПСО, организованная группа туристов совершали плановое восхождение. При этом одна из групп вызвала сход лавины, под которой оказались три других спортсмена. 16 марта 2020 года Следственный отдел по городу Аппатита России по Мурманской области поступило сообщение о наступлении смерти мужчины в результате полученных им при падении телесных утверждений в ходе прохождения туристического маршрута. Установлено личность Бальпишева. Это житель города Санкт-Петербурга, 1992 года рождения. Также установлено, что он имел спортивный разряд в области альпинизма и являлся ответственным за организацию учебно-тренировочного сбора альпинистских групп. Двоих пострадавших альпинистов спасатели передали бригаде скорой помощи. Одному из них потребовалась беспитализация, другой получил медицинскую помощь амбулаторную. В прошлом выпуске нашей программы мы рассказывали вам про жителя Апатитов, который избил свою жену и ее коллегу по работе в Международный женский день 8 марта. На минувшей неделе, в пятницу, эта история получила неожиданное продолжение. Вот здесь, в доме номер 24 по улице Женчужных. За свои 8-мартовские проделки Драчун, как выяснилось, получил 5 суток административного ареста и вышел на свободу как раз в минувшую пятницу. В одной из квартир дома номер 24 по улице Женчужной это событие было отмечено вечеринкой, в ходе которой наш герой, и не только он, получил травмы во время драки. Правда, когда сотрудники полиции прибыли к месту происшествия, разобраться в обстоятельствах случившегося оказалось не так-то просто. Попробуйте сами что-то понять, например, вот из этого. Ваш колокольчик? 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 В том числе и на героя прошлого выпуска нашей программы. В минувшую пятницу часть дорог Мурманской области была закрыта для движения из-за штормового предупреждения. Был перекрыт и выезд из Апатитов в сторону федеральной трассы Кова. В нескольких километрах от города в то же время произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Что творилось в этот момент на автоподъезде к Апатитам в районе Икостровского пролива, можно понять по кадрам нашего видеорепортажа. Здесь на открытой местности дорогу то и дело атаковали сильнейшие снежные заряды. В один из таких зарядов, по всей видимости, и въехала Ауди, двигавшаяся в город. По словам девушки, управлявшей автомобилем, из-за перекрытого перевала она в составе колонны машин простояла под Мончегорском 7 часов. За ней все это время стоял рейсовый автобус, который в итоге ударил ее машину сзади в 14 километрах от Апатитов. 14 марта на 14 километре автоподъезда города Апатиты в 00.20 произошло столкновение двух транспортных средств, одной из которых маршрутный, не маршрутный, а рейсовый автобус, движущийся из города, бурманского города Кировск, который перевозил 20 пассажиров, столкнулся с попутно движущимся транспортным средством автомобилем Ауди. Первоначально за медицинской помощью никто не обращался, а на следующий день водитель автомобиля Ауди обратилась за медицинской помощью. Была обслужена амбулаторно. Во время осмотра места ДТП инспекторы ГИБДД составили акт по неудовлетворительному состоянию дорожного полотна. Скорее всего, этот фактор тоже сыграл свою роль в случившемся. Вот здесь, на последнем километре автоподъезда к Апатитам со стороны федеральной трассы Кола, обгон запрещен. А в Апатитско-Кировском районе стартовало очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Как связаны эти два события, узнаете прямо сейчас. Типичный пример роковой для автомобилиста ошибки выглядит так. Водитель автомобиля такси куда-то очень спешит и обгоняет попутную машину в запретной зоне. После чего вынужденно общается с инспектором ДПС. Это нарушение является грубым. В результате таких нарушений чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. За грубые нарушения и наказания соответствующие. Либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. К слову, за время операции «Встречная полоса» в Апатитах и Кировске выявлено уже больше 20 таких нарушителей. А она еще не закончилась. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасны для жизни» подошел к концу. Ищите нас в эфире Народного телевидения «Хибина» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Продолжение следует...